Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру по названием Silent Hill 3. Так, продолжить нет в кнопке, к сожалению. Итак, я собираюсь получить концовку НЛО. Для этого мне нужно убивать просто всех монстров с помощью луча Хизер. Ну, это луч из глаз. Дается оружие за прохождение игры в два раза. Так, и что же. Продолжим. Так, туда нам нельзя. Так, всего-то мне осталось пройти офисные здания. Причем, два раза офисные здания нужно пройти. Так. Первый раз это обычные офисные здания, а второй раз это уже офисные здания в параллельном мире. Так, сейчас я бегаю без бронежилета. Все потому, что без бронежилета мы бегаем быстрее. Ну да, мы после офисного здания выходим из офисных зданий. Оказываемся на улице, и нам остается бежать только домой. Поэтому надо пройти быстренько в офисные здания. Так, играю я на легком уровне сложности. Загадок я имею ввиду. Так что нам не нужно искать отвертку для того, чтобы достать веревку. И я помню, где находится веревка. Где-то рядом с офисом танцев. Капец, как-то криво начала залазить. А потом резко тебе порнулось на правильную позицию. На улице не помню, вроде ничего нет. Ну мы бочку пробежали, где может быть там что-то лежало. Хотя вряд ли там что-то лежит. Так, здесь у нас тоже ничего полезного нет. Хотя нет, есть, есть, есть. Так, больше нету ничего полезного. Банка с клеем тут стоит. Так, а нам надо на самый последний этаж подняться. То есть четвертый. Или нет? Нет, 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 пятый. Пятый этаж, и он же последний. И с пятого этажа мы будем прыгать вниз. На третий этаж. Так, труба у нас есть, отлично. Так, вот здесь у нас ничего полезного нет. Но вот в комнате, где раньше жил бомж, ну или где он живет, есть патроны и вроде лечебный напиток где-то вот здесь вот. Стоп, я же находил вроде лечебный напиток. Патроны и лечебный напиток я находил. А, вот он. Так, сквозь стен проходит. Кстати, это новая серия, поэтому нужно поменять футболку. Опять какая-то стрёмная футболка. Футболка GamePro. Журнал GamePro США. Ну, так уж и быть, давайте наденем ее. Ну да, какая-то стрёмная. Сзади тоже стрёмная. Буква Г. Ну и что это такое? Так, у другой футболки, не помню какой. Там хотя бы рисунок был прикольный. Вот у этой футболки хотя бы прикольный рисунок сзади. А здесь просто буква ГГА. Фигня. Это тоже фигня. Ну, это может быть более-менее нормально. Итого у нас осталось три футболки всего лишь, да. Так, глушитель. Я вижу ноги через пролом в стене. Надеюсь, что это всего лишь ноги манекена, но думаю, я не настолько везучая. Прямо как в чёрном коте. Лучше бы я этого не видела. Думаю, просто оставлю всё как есть. Всё равно я ни о чём не могу помочь. В обычных обстоятельствах я бы сообщил о таком в полицию или куда-нибудь ещё. Но я думаю, что это невозможно. Даже если и было бы, сейчас у меня есть более важные дела. Думаю, просто оставлю всё как есть. Всё равно я ничем не смогу помочь. Просто не помню, я читал, нет. То, что она... Ну, то есть осматривал. Нет. Вот эти ноги. Вроде как не осматривал. Поэтому я его решил осмотреть. На нормальном уровне сложности и на харде легче прыгать на матрас, потому что там не появляется контекстное меню. И мы можем спуститься намного быстрее. Немного быстрее. Хотя намного быстрее сказать, но на самом деле там не намного быстрее. Поэтому получилось намного быстрее. Так, побежали отсюда. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, карты у меня нету. Смотрим, тут есть ли студия танцев. Если есть студия танцев, то мне сюда. Если нет, то мне повыше или... Так, повыше, да, надо. Так, сюда мне незачем идти. Просто манекен, ничего не происходит. Так, стоп, отсюда я пришел, да, получается? И куда же мне идти? Нашел. Так, стоп, надо взять луч Хизер. Так, почему не попадаем в собаку? Так, это у нас лестница. Нам сюда не нужно. Или нужно. Так, вот студия танцев. Здесь где-то карта. Так, вот здесь карта. Здесь же и веревка находится. Так, стол открыт. Отлично. Так, веревку мы получили. Карта у нас есть. Нам сюда больше не зачем идти. Здесь у нас все закрыто. Или нет? А, где-то здесь катану можно получить. Так, ну не здесь. Так, здесь аптечка. Отлично. Не зря сюда зашел. Так, подождите. Там как будто сверху что-то лежит. Ампула. Так, вот здесь. Так, ну что ж, нам теперь надо подняться. Так, не помню, куда нам подняться. На этаж повыше. Так, на один этаж повыше или на два этажа повыше? На один, наверное, на четвертый. Нам домкрат сейчас нужно найти. А, ну на пятый этаж, значит, четвертый закрыт. Так, вспомнить бы, где у нас находится офис по продаже чего-то, автомобиля или типа того. Так, нам туда нужно, но сломан замок. Так, хорошо. Так, хорошо, значит, нам надо в эту сторону идти. В эту и направо. И где-то здесь должен быть офис. Стоп, 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 стоп. Стамины нет. Стамина закончилась, к сожалению. Так, где офисы домкраты. А, вспомнил. Это офис по продаже запчастей для автомобилей. Вроде вот так он назывался. еще там вроде вот это автомобиля должен нарисован быть с офисом или же нет ну ладно просто все двери проверим и все наверное деревянная дверь а нет вот он офис или нет или это не да это офис значит деревянная дверь закрыта просто она отличалась немножечко поэтому я подумал то что должна она открываться а отсюда тоже можно зайти но для чего нет с тобой я не хочу сражаться так вообще-то я думал про эту дверь а она сломана я думала то есть офис ну ладно так нам теперь нужно спуститься на второй этаж мы спустимся нет мы спустимся на первый нет на второй и собственно все потом мы попадаем в альтернативный мир в альтернативном мире нам придется побегать чуточку побольше и и после чего мы попадаем на улицу выходим из офиса из альтернативного офиса мы выходим на нормальную улицу а там до дома рукой подать я не могу использовать а здесь стоп она то есть по идее мы можем смотрите мы можем привязать веревку и бросить ее вниз но нам нужно домкрат использовать сначала да а ну в принципе да веревка будет поверх домкрата а так она была бы пони домкрата ничего бы не случилось домкрат на вообще по идее нужен для того чтобы а они наверное чтобы не рисовать новую вот эту вот картинку они запретили привязать веревку так хорошо теперь нам куда я вот здесь я уже не помню куда нам бежать а все я понял все и все 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 я вспомнил так стоп так для собаки мясо а тут же еще вроде что-то было не для собаки вроде для меня было был напиток не нету напитка да блин тихо да я пройду убивают мне атаку так но зато у меня есть чем подлечиться так второе у меня полное я так и знала так и Это проникновение иного мира, мира чьих-то кошмарных иллюзий, воплотившихся в жизнь. Это Виндсен говорит. О нет, только не снова. Это тоже ее проделки? Так. Что же. Так, 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 мы сейчас находимся на втором этаже. Доступен первый, второй. Третий недоступен, четвертый, пятый доступен, шестой недоступен. Нам всегда не надо. А нам сейчас нужно с Виндсеном поговорить. Тихо. Так. Тут мы еще что-то важное можем взять. После того, как поговорим с Виндсеном, так, это не нужно. Можно было сохраниться так-то. Хиз箱. Хиза. Тебя теперь ведь так зовут? А ты кто ещё такой? Зовут Винсент. Не забудь. Хорошо? Я на твоей стороне. Так ты говоришь. Но откуда мне знать, что ты не с ней? С ней? Ты имеешь в виду Клаудию? Пожалуйста, не равняй меня с ней. Ей совершенно запудрили мозги. Это сумасшедшая... А, ей совершенно запудрили мозги. Это сумасшедшая старая карга. Думаю, сумасшедшая старая карга звучит грубовато. Она всё-таки твоя мать. Моя мать? О чём это ты? Ты не помнишь? Так Гарри ничего тебе не рассказал. Полагаю, он скрыл правду, чтобы ты была на его стороне, а? Вполне естественно. Он весьма коварный тип. Не говори так о моём отце. Прости. Я прошу прощения. Пожалуйста, успокойся. Откуда ты вообще знаешь моего отца? Я всё знаю. Я знаю и о твоём прошлом. Тогда скажи мне, что происходит. Ты даже этого не знаешь? Поэтому я и спрашиваю. Если ты всё знаешь, тогда расскажи мне, как положить этому конец. Ещё не время. Почему бы тебе не повеселиться немного подольше? Повеселиться? Мне кажется, что я сухожу с ума. Неужели тебе нравится это место? О, очень нравится. Я нахожу его совершенно очаровательным. Я не знаю, что ты на её стороне. С чего ты взяла? С тобой тоже что-то не так. Так, нам сразу что-то нужно взять. Оксид. Вот, оксидол нам нужно было взять. Кстати, оксидол это вроде, типа, как, наверное, перекись водорода. Для обеззараживания. Так, мы где сейчас находимся? На каком этаже? Мы сейчас находимся, находимся, находимся. На втором этаже. Так, нам нужно будет спуститься на первый этаж. Потом подняться на самый высокий, то есть пятый этаж. Там что-то... Там взять ключ, открыть дверь с помощью картины. И спуститься на третий этаж. А на четвёртый этаж там мы получим... Получим... Ну, то есть мы уже получили ключ на пятом этаже. Для того, чтобы попасть в комнату, где прочитаем заклинание. Отлично. Так, сейчас нам нужно отсюда уходить. Так, стоп. Тихо, 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 тихо. Так, всё, да? Всё, вроде собаки меня больше не побеспокоят. Так. Так, нам надо где-то найти печень. Кстати, где тут у нас лифт? Печень, не помню, она вроде на первом этаже где-то находится. Надо найти эту печень. А, так, где может быть печень? Справа где-то, наверное. Печень, не помню. Нет, всё верно, печень здесь. Да, печень-то на первом этаже, это я хорошо помню. Патроны для дробовюка есть. Но нам сейчас надо идти на... Так, на втором этаже нам делать нечего, поэтому нам нужно идти сразу на пятый. Стоп, а я спички не нашёл. А спички у нас где находятся? Я точно помню порядок этажей. Спускаемся на первый, поднимаемся на пятый, потом на четвёртый спускаемся. И мы сможем прочитать заклинание. Так, стоп, а... Блин, а где спички? Так, тут у нас закрыто. Ага, тут у нас тоже закрыто. Так, а спички, по идее, где-то... А может, спички на этом этаже, поэтому я сюда иду. Так, не помню, куда нужно идти. Отстань от меня, долбанная собака, а! Так, собака куда-то убежала. Так, вроде бы уже забрались. А, вот-вот, нашёл, где спички. Всё, я запомнил, где спички находятся. Отлично. Так, нам теперь надо подняться на... Подождите, мы уже на пятом этаже. Блин, отстань от меня, долбанная собака. Да блин, чё ты-то ко мне пристала? Так, не летят в собаку мои патроны. Ну и ладно. Так, ну значит, нам надо на четвёртый этаж. Да, на четвёртом этаже мы, значит, картину поджигаем. А мне казалось, на пятом. Ну, если у нас эта штуковина находится на... На первом этаже, которая должна исчезнуть после прочтения этого заклинания, то, следовательно, на четвёртом этаже у нас картина находится, и мы спустимся... А, мы там куда-то спускаемся ещё ведь. Так, типа... Стоп. А так, нам надо, знаете, куда... Направо сбежать, потому что слева там дверь вот эта закрытая. А, или нет, налево. Налево, 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 вроде, да. Налево. А, закрыто. Отсюда я, наверное, выберусь, да? Значит, направо. Точно такая же дверь. Стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ё-моё, я где-то ключ забыл взять. Ключ на... На пятом этаже ключ находится. Всё-таки я что-то забыл на пятом этаже сделать. Да, долго нам ещё придётся бегать, ну ладно. Тогда мы завершим серию, и в следующей серии мы уже получим концовку. Так, ну что ж, давайте завершим серию на этом. Отправимся на пятый этаж и завершим серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова